Напомню, в последний раз наши футболисты выходили из группы на чемпионате мира по футболу 32 года назад. И сегодня национальную сборную без привлечения поддерживала вся страна. А также многие зарубежные гости с самой яркой эмоцией болельщиков в одном репортаже собрала Анастасия Ефимова. За них болели Эквадор и Сенегал в Самаре. Колумбия в Екатеринбурге. Россия! Россия! И, конечно, вся Россия. Сегодня особенный день для нас, и мы решили таким способом поддержать наших ребят, нашу команду. Россия вперед! У телевизоров дома, на улицах, площадях, фан-зонах и барах верили только в победу. Я сегодня буду болеть, конечно. Там большой телевизор, большой экран. Мы будем сидеть с моей командой, с группой эскадронов. И будем болеть, орать изо всех сил. Главное, чтобы в этом месте потолок не был низком, потому что вскочишь и можно ловы скипнуть. Первый тайм, счет 0-0 при очевидном преимуществе российской сборной. Впрочем, сразу после перерыва стало понятно сберечь голоса болельщикам нашей сборной на домашнем чемпионате. Точно не получится. Автогол египетского защитника Фатхи – повод для пока еще осторожной радости, но всего через несколько минут. Черыша Ходзюба наглядно продемонстрирует, кто сильнее в этом матче. Уже говорят, момент исторический. Сборная Египта, первой из стран-участниц этого чемпионата, шанса покинуть группу, увы, лишилась. А россияне, впервые за 32 года, скорее всего досрочно выходят в плей-офф Мундиаля. И без сна эту ночь проведут болельщики всего мира, вне зависимости, где находятся и откуда приехали. Ведь сегодня, кажется, вся планета верила в российскую удачу. Я пойду отмечать и праздновать, потому что Россия выиграет чемпионат мира. Россия! Танцуют Олимпийские Сочи. Ликует Казань. Нет! Сделали это! Нет! Очень большая эмоция. Почему? Потому что Россия нам показывала, что она сильная. А пока едва ли не на всех языках мира болельщики говорят спасибо российской сборной. Чемпионат мира по футболу только набирает обороты. Главные эмоции еще впереди. Впрочем, этой ночью никаких прогнозов. Только праздник. Анастасия Ехимова, Вести.